И Алибасов потом уже рассказывал Я когда, говорит, Игорь увидел Хотел сразу сказать нет Потому что он ненавидел консерваторских И в фойе гостиницы Алибасов Меня увидел, навстречу идет И на меня внимательно сосредоточил Смотрит, видит лицо знакомое А человек другой Как же получилось так, что из интеграла пришлось уйти Кстати, с Лозой произошел один Очень неприятный случай Ну, который Благодаря, собственно, случаю Он вообще живо остался И мы там отработали неделю По пять концертов в день во Владивостоке И потом уже я понял, что это Знак сверху И я отдал группу Александру Серову У него не было группы Гриша Лепс уехал в Сочи А я уехал в Англию И на базе группы Барри Уайта Созвал группу Red Rock И туда, кстати, прилетел Пьер Карден И пять минут руку мне тряс Говорит, такого ужаса Я никогда не видел Честно скажу, я, наверное, сапожник без сапог И у меня предлагали люди несколько раз Написать книгу биографическую Или фильм снять Но надо как-то запариться И сделать это Ну, если он сказал, он точно сделает Это Игорь Санверт Проработали в Англии несколько лет И я вернулся в Россию Но я понял, что я приехал совершенно в другую страну И он приехал Он вообще не понимал, как дальше жить Гастроли нет Она уже немножко... Провалились не немножко, а сильно И он ко мне приходил И говорил Игорь Ты мне скажи, как мне покончить жизнь Всем добрый день Сразу Студия Московская И прямо через океан Собственно сюда В студию Ройса и Радио В Нью-Йорке Утреннее шоу уже давно радует нас Такими форматами Очень приятно Сегодня принять от них эстафету Но гость у нас сегодня Ожидается просто невероятный Именитый Человек-легенда Музыкант-продюсер И вообще очень энергичный человек Доброе утро Уважаемый гость Хотя, можно сказать, вечер Не поверите, Игорь Сандлер У нас сегодня Здравствуйте Всем привет Спасибо, что пригласили Очень приятно быть с вами Тем более мы уже знакомы И действительно Год прошел непростой был Да Год назад мы находились В определенном напряжении Не знали, что будет дальше Тоже весна Тут теперь уже есть свет в конце Это как-то звучит очень Не очень В общем Подумаем еще над формулировками Я бесконечно рад вас Видеть и слышать В прошлый раз мы обсудили Очень много разных вопросов Сейчас же Я так подозреваю Что мы с Юлей будем Перетягивать отдел Она в части музыки А мне интересно Про дюссер В плане бизнеса Да Что в Москве Какие движения Там все такое Но сначала Подождите Сначала давайте мы поймем На каком моменте жизни Мы поймали Игорь Тебя Потому как Все что происходит С тобой Все что происходит У тебя внутри Как бы это Не выражалось В музыкальном плане Или это в бизнес Каких-то идеях Или это в продюсерске Твоем невероятном Или И где бы это не выражалось Причем А может в личном плане Какие-то спортивные достижения Почему нет Потому Или в Европе Да Вот на каком моменте Мы тебя поймали в эфир Ну вы меня поймали Как всегда в движении Знаете Всегда Я вообще не сижу на месте У меня такого не бывает Это для меня Неестественное состояние Сейчас я готовлю Вудсток Третий год уже Про это мы отдельно Проговорим Это очень серьезный проект Конечно готовлю Ровно через неделю Будет у меня Восемнадцатый уже Конкурс Золотая нота Это детский конкурс Где очень звездные жюри И приезжают к нам Со всей России Восемьдесят городов России Швейцария Хорватия Израиль Прибалтика Дети очень одаренные Типа голоса проект Но немножко в другом формате Мы именно учим детей Именно даем рекомендации И это для них очень важно Потому что в основном Дети в своем соку варятся Им надо вырываться И услышать Мнение мастера Большого мастера И у нас в звездах Там и Лариса Долина И Алексей Глызин И ну очень много звезд Мария Мирабова То есть вы не судите их И не оцениваете А наоборот Погружаете в среду общения И поднимаете Мы их оцениваем Оцениваем Мы ставим оценки Но мы поддаем Потом каждый из членов жюри Дает рекомендации Дает советы Дает очень важные И необходимые для детей Какие-то направления Которые Замыливаются глаз Среди своих Учителей Учителей Своих Родителей Друзей И поэтому Мы делаем Это большое дело И самое главное Это первый канал Еще все снимает И потом транслирует То есть это такой Международный Серьезный проект Я уже предчувствовал Что дело-то Непростое Все-таки Работа с детьми Там определенные тонкости Об этом мы также Наверное попозже Чуть поговорим Сейчас же Давайте немножко Музыки Позвучим После Уже можно будет Выдохнуть Надеюсь В этот момент Заработает и наша Веб-камера Вторая С моим Прекрасным ликом И тогда Все будет хорошо Я сразу предупреждаю Да Что трек Мы выбрали Для начала нашего эфира Очень бодрящий Да Это такой Альтернативный Тяжелый рок Который я очень люблю И у меня целое шоу Было Грандиозное шоу Нулевые года И Джон Квигли Это клипмейкер Который Все первые клипы Снял Эминем Февтицент Кристиан Агилер Лимбийский Кедрок Он приезжал Шесть раз Мое шоу смотрел Давал контракты В Лас-Вегас Ну в общем Фрагмент этого шоу Мы как раз сейчас И посмотрим Это сам для шоу Включайте воображение Слабонервным Да Присягнуть ремни безопасности Шоу сегодня у нас В течение Двух часов Будет совершенно Разнообразная музыка Разные форматы Сейчас начнем Вот с такого Тяжелого подхода Дальше наверное Чуть-чуть планочку Опустим Сделаем Выдох Да Такой выдох И на релаксе Оставайтесь с нами Посмотри на него Да Нас можно не только слышать Но и видеть Роисей.фм Телефон для смс-сообщений 347-460-0877 Будем очень рады Всем вашим приветствуем Потому что знали Как вы Уважаемые радиослушатели Ждали Игоря В эфире Для того чтобы Поговорить обо всем Игорь Сандлер Музыкальный салон Земля ушла из-под ног Глаза как два огня Их не залить водой Я удержаться не смог И вот я рядом с тобой Стал ближе к луне Теперь никто ничего Не найдет во мне Теперь я рядом с тобой Я стал ближе к луне Я твой Теперь я рядом с тобой Я твой Так мало правды внутри А ты поверил словам Их сам себе говорил Сам себе же ты лгал Убежать от себя ты Я бы не смог Ты устал Всем не хватает душе Ее и ты потерял Теперь ты рядом со мной Ты стал ближе к луне Ты мой Теперь ты рядом со мной Ты мой Забери мои глаза туда Где не был я ночь Посыпи меня луной Она станет моей навсегда Я хотел тебя найти Моя черная душа Я хочу тебя убить Я нашел тебя зря Так мало любви во мне Я смотрю на лицо Пушник внутренний Грызет мое сердце И я не один Таких много еще Все они Искали свою День на луне Забери мои глаза туда Где не был я ночь Посыпи меня луной Она станет моей навсегда Я хотел тебя найти Моя черная душа Я хочу тебя убить Я нашел тебя зря Мы продолжаем встречу С нашим гостем сегодня Именитым гостем Легендой Честно говоря Конечно Повелось Хочется на выше опытом Игорь Борисович Сказать Но удержусь Потому как дрейв От человека Какой-то вовсе Даже и неукротимый Даже не представляю Насколько серьезно И насколько долго Продолжается Этот невероятный поток энергии В вас В тебе Игорь И насколько же Это удивительно Что Началось это На вообще Берегах Волги Говоря о Саратовской консерватории Говоря Произнося даже Такое имя Барри Алибасов Группа Интеграл Это Я не знаю Настолько мостик Сюда В 2021 Что аж прям Не верится Сколько лет назад Получилось Впервые Почувствовать Большую сцену Ведь Не тогда Когда Лицом Группы Интеграл Стал Собственно Игорь Сандлер Со своим Эпатажным образом Отсвечивающим Все и все Это же Гораздо раньше Началось Да Первый раз Я До Интеграл Я стал работать С этой группой Силигер Это Группа От Калининской Филармонии Сейчас Тверь И там Руководитель группы Был Евгений Малыш Ну и есть Он жив Здоров Это человек Громадный Громадных Размеров Который единственным В России Не знаю В мире Кто-то так По-моему Делал Играл одновременно На двух Саксофонах Он одним Саксофон Одной партией Себя аккомпанировал А другой Играл соло И уникальный человек Битбокс Саксофон В 76 Году он приехал Фолк-рок Группа Силигерна Одно легкое В один Саксофон И он Просто Потряс меня Тоже Своим Джаз-роковым Исполнением И я пришел К нему Работать И год Я поработал В группе Силигер Как музыкальный Руководитель Учаясь в Консерватории Ну Совмещал Поездки На гастроли И учебу Ну И потом В 77 Году В Саратов Приехал Из Усть-Каменогорска Барри Алибасов С группой Интеграл Они до этого Работали На танцах Но их оттуда Они были Слишком Переросли Себя В этом Казахском Небольшом Городке Казахстанском И Он выбрал Саратскую Филармонию Он вернее Разослал Много писем Оренбург Города Которые Граничили С Казахстаном И в Саратове Работал Директор Скарлупкин Александр Николаевич Царство Небесное Который был Прогрессивным Продвинутым Такими Он пригласил Интеграл В Саратов Ухватился за эту возможность Увидел потенциал Увидел потенциал Хотя это было Очень рискованно И в итоге Он лишился Парт-билета Из Интеграла Через несколько лет Потому что Интеграл Очень скандальная Группа была И Алибанцева Приехала в Саратов И я увидел Его выступление Первый вернее Концерт В Саратской Филармонии И я Обалдел Конечно Это было Очень круто И я После Концерта Подошел К баре А у них был Клавишник Но я тогда Не знал Я подошел Говорю я Студент Консерватории И вот Хотел бы у вас Поработать А я не знал Оказывается Это клавишник Последний концерт Как раз Отрабатывает И его не устроил Город Саратов И он уезжал Обратно В Усть-Каменогорск И Алибанцев Потом уже Рассказывал Я когда Говорит Игорь увидел У меня сразу Когда он сказал Консерватория Такой В кожаном плаще Модный Длинные волосы Волнистые До плеч И он говорит Первый раз Меня увидел Хотел сразу Сказать нет Потому что Он ненавидел Консерваторских Он не любил Вообще Классика Говорит Это все Занудно Но Когда я сел И немножко Поиграл Как я говорю Креветки бегают Он посмотрел Да И он меня взял Ну это было Первое С ним знакомство Потом Конечно Я оказался Ну я Я единственный Саратовский был И Саратов Все остальные Ребята Юра Лоза Он из Симферополя Кто откуда И мы Потом Практически Жили у меня В квартире И все Несколько лет Все тусовки Были конечно У меня Ну я местный был То есть Уже тогда Своего рода Мини фестивали Организовали Только в рамках Своя квартира Да Саратовская консерватория Действительно Она Это третья консерватория После московская И питерская Которая открыта Была В Саратове До революции И серьезная Консерватория С большим именем Я тогда учился На третьем курсе Вот два года Я еще доучился И потом уже Ездил на гастроли Будучи Дипломированным Консерваторским Музыкантом Вот И Тогда Да Тогда Вот я покажу Даже у меня Есть плакаты Ну и я с собой Да Это Сразу расскажите Что это за книга Или Эта книга Вышла она К 60-летию Моему Сейчас уже 65 мы готовим Но это вот как раз Консерватория То есть 7 февраля Это та самая книга Список Сандлера Или это какая-то Другая книга Не-не-не Это потом К списку Сандлера Мы вернемся А как называется Это Как называется Эта книга Это 60 Просто А 60 60 Ну 60 лет Когда было И у меня Когда было 60-летие Я не хотел отмечать Но потом звонки С угрозами Стали поступать От друзей Да Колбасу, водку Принесем Вот доступ к телу Организовый И пришли Царство Небесное Йозь Давыдович Кобзон С женой С Нелли Алла Пугачева Галкин Газманов Долина Ну много очень Гостей Всех перечислять Не буду Алибасов Конечно Все мои Мама, папа Приехали из Израиля Сестра, сын Все И загуляли Ох И вот мне друзья Сделали такой подарок Вот такой альбом И здесь как раз Ну Моя биография На тот момент Вот как раз Группа Интеграл Вот Барри Алибасов Юрий Лаза молодой Я уже Это какой год? Это 80-й год 80-й Ну 40 лет назад Олимпиада 80 Это первая Пластиночка наша Интеграл Миньончик Которая выходила Это Ну Тут конечно Видно там Эпотирующие фотографии Да Эпотаж Эпотаж Да Вот Но Все тогда были С длинными волосами И Да Вот эта история Отращивали Все волосы Каждый сантиметр Имел значение Хиппи Самое время И меня в консерватории Чуть ли не выгоняли За длинные волосы Но я держался Кремнем И в один момент Как-то в 80-м году Мы приехали на гастроли В город Анапа На берегу Черного моря На следующий день Концерт И жили На берегу моря В гостинице В одной И с Витей Щедриным Нашим гитаристом Из Питера Мы как-то Бутылочку водочки Одну Вторую Приговорили Погода шикарная И вдруг Меня галюкануло После третьей бутылочки Говорю Видите Утром Побреюсь на лысо Он говорит Да ладно Не побреюсь Наоборот Тогда Хиппи А у меня Вот что-то Бзик И мы еще На бутылку Поспорили Утром Короче Я побрился 12 копеек По-моему Стоило Подождите Сразу здесь Пауза Утром Вы уже были Не под шафой Я уже трезвый был Но я Отвечаю Сказал Мужик Сдел Тем более Мы поспорили Еще на бутылку А впереди Пятитысячник А впереди Пятитысячник Концерт Да Который Четырехтысячник Ой Извините Ошиблась Да Ну Я пошел Побрился Я честно говоря Сам не понимал Что я делал Просто отвечал За свои слова Иду обратно И в фойе Гостиницы Алибасов Меня увидел Навстречу идет И на меня Внимательно Так сосредоточил Смотрит Видит лицо Знакомое А человек Другой А все Не узнать Да Сандлер Это ты Я говорю Я И он как стал орать Ты что натворил Ты что наделал Это вызов Коммунистической партии КГБ Лично Брежневу Нас закроют Нас посадят Это вообще Ну До меня лысые были Хрущев И Котовский В революцию Больше лысых не было А потом стал Сандлер И Филипенко Да Да И Филипенко потом Он побрился Хакинамурет Уже это я ему рекомендовал Это было через два года И Я говорю Барин Ну все Уже я не приклею Обратно Ну как-то Спрячем Ну 2-3 месяца Обрасту А вечером концерт 4 тысячи мест Анапа Парк Ну парк Закрытая площадка Вернее открытая На открытом воздухе Но огороженная И Переаншлаг у нас И А мы Первые В СССР Стали употреблять Три вида Применять Три вида дыма Это взрывы Как пиротехника Контровой дым И сухой лед Тут стелющийся Ага Сами делали В бидонах Из-под молока Кипятили воду Сухой лед Кидали Обжигали руки Мы экспериментировали Это С раструбами В общем Долго рассказывать Я в городах Сразу с пригласителем На билет Бежал в охотничий магазин Пороха 2 килограмма Покупал В общем И все это подпольно Нелегально Все это Экстремально было И в конце концерта Когда стробоскопы Я лысый С очком Бабочек ловить Там Бегал по сцене А у меня Причем костюм Такой был Сейчас покажу Это У меня первая Жена балерина Я ее лосины Балетные Напялил на себя Сапоги Финские Женские 42 размера Потому что Мужские Только керзовые Солдатские были Папа у меня На саратовском Авиационном заводе Работал И он мне принес Серебристую ткань Я из нее С крыльями пошил Такую куртку Непонятную Инопланетянскую В рей-бан В очках Тогда это 120 рублей отдал Это громадные деньги были В перчатках Мотоциклетных И я Сладкоежка был Я в один момент Съел Килограмм конфет И фольги Много осталось Я ее мелко нарезал Купил вазелин За 6 копеек Баночку Намазал голову Вазелином И блестки прилепил И когда Прожектора слепили Ну блестела голова И в прессе писали Что в интеграле Инопланетянин У него лазеры Из головы светят В общем дальше Слушайте Ну вот глядя на эту фотографию Я хочу сказать Все участники Сразу бросаешь взгляд Ты говоришь Ну это вот Восьмидесятые Начало восьмидесятых Или конец семидесятых Глядя на вас Начинаешь уже плавать Путешественник во времени Да-да-да Из какого века вообще Может быть Не из этого Из будущего Прилетели к нам Действительно Такой образ Универсальный На все времена Действительно Очень круто выглядит Так вот на концерте Когда первый концерт Когда я там Играл ногами по клавишам У меня видео есть Потом покажу И вдруг В конце концерта Весь зал Четыре тысячи Встает И начинает Скандировать Я даже так назвал Журнал свой Лысый Давай Лысый Давай И Алибасов Он же продюсер Он подбегает Прямо на сцене Каме Так Закрепили образ Никаких обрастаний Но он врубился Что это фишка И потом Каждое утро Каме приходил В номер Выбаривал Лысину Чтобы блестело все Вот И потом уже Он говорил Да На Лысине Сандлера Группа Интеграл Въехала в Москву Да Это мы уже Читали в Википедии Да Это такая история известная Четыре фееричных Года на сцене Вот так В таком драйве В этом во всем А как же получилось так Что из интеграла Пришлось уйти Или это просто перерос И надо было Что-то свое делать Или как Да Что случилось Ну да На самом деле Правильно Перерос Потому что Ну уже было одно и то же Мы уже достигли Достигли пика популярности Мы были мега известны Уже стадионы забивали И уже как-то пошло По накатанному Уже одно и то же А я не могу Когда одно и то же Мне зудит внутри И у меня Старая мечта была Я все-таки в себе Сочетаю Рок-культуру Я на ней вырос Это мое все Суть жизни Одна из главных И классику Я все-таки 17 лет учился Музыке Школу Училище Консерватория И мне захотелось Совместить И я вырос На Эмерсон Лекен Пальме Рик Вейкман Кинг Римсон Вандерграфт Дженерейшн Дженесис На арт-рок Музыки Помимо Хард-рока И мне конечно Хотелось Совместить Именно Классик-рок И я Принял такое решение Хотя она была Очень болезненная Из Карлупки Меня долго Уговаривали вернуться Но я ушел Из интеграла И я не знал Где я сделаю Новую группу Но так получилось Что из города Липецка Ко мне приезжал Несколько раз Борис Холин И стал уговаривать Ну уже администраторы Знали Что я свободен Вакантное место И Стал меня Перетягивать В Липецк И в итоге Я согласился Я приехал в Липецк Они мне создали Все условия И там я На базе старой группы Там поувольнял Много людей Кого-то оставил Создал группу Сначала она называлась Лимузин Мне даже лаза песню Написал Лимузин Потом Проспект И в итоге Индекс 398 Это индекс города Липецк Вот В хорошем сериале Серия должна обрываться На самом интересном месте Так и мы сейчас Прервемся Чтобы послушать Очередную песню А после Вот Окунемся уже В этот мир индекса И узнаем Все подробности Что ты понимаешь Очередную тут не звучит Тут каждый трек Просто такая глобальность Вообще Я думаю Что это как мы Только что Проговорили про интеграл Что сейчас нужно послушать А я пока Сориентируюсь в треке А вы предваряете дальше Что мы сейчас Должны послушать Игорь А ну давайте Интеграл тогда послушаем Но это Не самая яркая Песня Это Наверное давайте Какие у нас треки были Я вчера говорил Дом Дом по-моему Да Я думаю что да Дом есть такая Старый дом Старый дом По-моему она называлась Да Старый дом Есть такой трек Сейчас найду А пока Пожалуйста Значимость надо обозначить Обозначить значимость Почему нужно послушать Именно сейчас Старый дом Что она Как песня интеграла Для тебя Игорь Вот что там Ну Это такая блюзовая композиция Написал ее Юрий Ильченко Который до этого В машине времени работал Потрясающий блюзовый Гитарист И он из Питера сам И вот эту композицию Мы как раз послушаем Ну Просто там Очень много Психоделических композиций Они по 12-15 минут шли Когда мы Собственно Чем интеграл И очень популярен был Потому что Ну ее слушать на радио Очень трудно будет Ее надо визуально смотреть Поэтому Старый дом послушал Попробуем сейчас Погрузиться В этот мир Просто вот что говорить Да Что вот у интеграла Что у индекса Такой звук Я так понимаю Что все это Из всех годов Вы сейчас У себя в коллекции В произвесовском центре Игоря Сандлера И собрали Да То есть вот Это то что можно Сейчас слышать Так же четко Как тогда Когда это было В 80-е Да Ну Надеюсь что Так оно Так все и есть Вернемся через пару минут Игорь Сандлера Музыкальный салон Музыкальный салон Музыкальный салон Музыкальный салон Музыкальный салон А ведь раньше Дом был для нас Нашей первой крышей Помнишь Мы одни под шум дождя Нас никто не слышит Среди притихшей старины Мы были люто влюблены, ты помнишь? Дом большой, но бревна сгнили Дом большой, он стоит Дом большой, но как-то так Дом большой, хоть-то в шутку Дом большой, уронили Дом большой, моливой Его чердак И вот в этом старом доме От людей и суеты Закопать себя в соломе Укрывались я, я, я и ты Помнишь, этот дом был для нас Нашей первой крышей Помнишь, мы одни под шум дождя Нас никто не слышит Среди притихшей старины Мы были люто влюблены Ты, 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 ты помнишь? Я знаю, помнишь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот об этих звуках, да, особо хочется Так это поговорить, чтобы они позвучали И, конечно, это, да, это тот самый интеграл У нас в гостях Игорь Сандлер И это совершеннейшая фантастика Между прочим, сейчас очень модный звук Вот это 80-е И, честно говоря, даже Вот слушая, хочется закрыть глаза И вот так немножко помедитировать Потому что это погружение Внутри себя, воспоминания Или воспоминания, которых не было никогда Вот такой парадокс Удивительное дело Да, как ты красиво сказал Это действительно так Ну вот смотри, разве этого могло не быть? Игорь Сандлер Сегодня у нас в гостях И вот так Сейчас Еще чуть-чуть Это как раз Юра Лаза поет Это его голос Да, интонацию из Майла Ну, да, он потрясающий вокалист был Да, потом как раз я ушел Потом он ушел И мы Собственно, интеграл поменялся радикально Туда Алибасов в баре взял уже Женю Белоусова Потом Перегуда Марина Хлебникова там работала Потом Челобанов Сергей Даже Разин там отметился Завпост, который потом Ласковый Май создал И сломал вообще всю индустрию Будь вонон и ладну Как у нас говорят Вот Ну, хорошее время было Хорошее время было Такое ощущение, что вы где-то в одном месте все находились Вот все знаковые имена Одна тусовка Одно общество Сообщество Как вы друг друга нашли все И как вот вместе творили Опережая друг друга Конкурируя друг с другом Тогда наверняка не такие уж дружеские отношения-то были Хотелось быть лидером первым А лидерство порождает конкуренцию и конфликты Вот как раз, кстати, вдруг вспомнил про лидерство Юра Лаза был вокалистом основной А я на клавиши играл Но после концерта Цветы девчонки несли мне в основном Юрке тоже И вот тут он ревновал серьезно Прямо охапками Я помню, мне один раз сто роз подарили Вот такой вот букетище Он в ведро еле вошел А ревновал, но не побрился Да, нет, нет Гу-гу Да, вот я Юре и говорил А слабо побриться, да Но он очень гордился своей шевелюрой Поэтому для него это было важнее цветов Вот Ну, кстати, с лозой Произошел один очень неприятный случай Ну, который Благодаря, собственно, случаю Он вообще живо остался Это во время концерта В городе Иваново Был такой момент Когда они менялись гитарами С бас-гитаристом С Аликом Гумаровым Он отдавал ему акустику И брал бас-гитару И так оказалось Раньше техника была, конечно Все самопальная И одна гитара была заземлена А вторая нет И он берет две гитары За струны И по нему 220 пошло И он как струна вытягивается И просто навзничь падает на сцене В зале подумали, что шоу это идет Там у нас все шоу было Все вау, свистят, орут А я-то понимаю, что что-то не то А я прямо рядом с ним стоял У меня там этажерка клавиш была И до этого как раз Вячеслав Зайцев, Слава Мне подарил на платформе Американские такие коры Ботинки модные А бас-гитара Которая была у Юры в руке Ее за 2500 рублей Тогда полмашины Купил Али Гумаров Его бас-гитара И я не думая ни секунды Я дотронуться до него не мог По мне бы 220 пошло И я этими корами Страшный удар по гитаре И она лопает Трескается гитара И я ее вышибаю из рук Потому что у нее в конвульсии Грипп гитару не может отпустить И я выбиваю силой эту гитару И она пополам трескается И он обмяк и вырубился Слава Богу Скорая помощь приехала Минут через пять Прямо быстро У нас дежурили скорые Там где-то недалеко И его откачали Но сказали Еще бы буквально Несколько секунд И Юрия Лазы бы не было К сожалению У него крепкое сердце оказалось И вот вовремя Мне удалось выбить гитару А так бы Как говорится Не было ни песни Плод Ни многих других Замечательных песен Но он Потом конечно Клемался Ящик Вина купил Обмывали день рождения Ну вот такой Хэппи-энд Но интересная такая история Очень Кстати В те времена Было несколько Смертельных случаев Точно по такой причине В Прибалтике Один музыкант умер С 220 по нему пошло И девушка какая-то умерла Я не помню В каком городе Но в общем Это была такая К сожалению У артистов на самом деле Достаточно опасная профессия И даже Барри Альбасов Когда был у нас в гостях Он рассказывал Случай с самолетом Помнишь, Юля, да? Когда чуть было Не потерпели авиакрушение И вот всегда То есть по краю На краю лезвия Проходит порой И сейчас конечно Некоторые истории звучат весело Но я представляю Они могли быть Поворотными На самом деле Чем больше насыщеннее Интенсив жизни Понятно, что Сидя на диване Значительно меньше опасностей А здесь все это на лезвии и бритвы Ну на самом деле Это я думаю Господь просто нас На овшивость проверяет Дает такие экстремальные ситуации Выдержишь, не выдержишь Как говорится Бог дает нам Столько трудностей Сколько мы можем пройти И больше не дает Иначе это уже конец Вот мы сейчас услышали Удивительную историю Юрия Лозы А были ведь И другие участники Не менее именитые Один из них Ты сейчас уже про индекс Говоришь, да, наверное Потому что Не менее именитый участник Который Да, я уже переключаю тему Да, да, да Спасибо, Юль Был такой у нас И он есть Звезда И абсолютный Востребованный артист На любой вечеринке На любом крупном мероприятии Григорий Лепс Но Вы были у истоков И видели С чего этот парнишка Грубо говоря Я в кавычках беру Начинал Вот можно об этом Да, только до рекламы Три минутки Может трек сначала послушаю Давай после рекламы Про Лепса Как обычно Заинтригуем А пока я вернусь К интегралу Про Женю Белоусова Да Который, кстати У него Он погиб в 96-м По-моему, умер У него как раз Раздвоение личности было Он потрясающий музыкант Он Джо Пасториуса Любил бас-гитариста Сложнейшего Очень сложную Прогрессив Джаз-роковую музыку И Как раз Он мне рассказывал Когда Он стадионы собирал Своими Шлягерами Этими Для Девочек Малолетних И Он выпивал сильно Он переживал И Альбомы потрясающие писал Джаз-роковую Я к нему приезжал Он мне показывал Говорит Я не могу ничего с этим сделать Если это увидят Девочки От меня отвернутся И он выходил на улицу С берданкой С ружьем И стрелял по себе По билбордам С своим изображением Говорит Я ненавижу Того Женю Белоусова То есть Это вот Раздвоение личности Это к сожалению У многих музыкантов было Ой как сложно Ой как тяжело И он умер от этого Он Ну от алкоголизма Он пил Он переживал очень Что он стадионы собирает Как попсовый музыкант А реально он очень глубокий музыкант был И так же и Александр Барыкин 10 лет юбилей которого мы отмечали Неделю назад Кстати И Лепс И Долина Многие музыканты приехали Отметили И как раз То же самое у него Раздвоение личности Его песни Велосипед Букет Аэропорт Все знают Но он был рок-музыкант Он очень хотел рок играть Но стадионы собирал На другом формате Сейчас наверное Прервемся уже на рекламу Три минуты прошло Да А после вернемся И потом мы Поподробнее поговорим Уже про Индекс Про Лепса И про многие другие Интересные я думаю Моменты моей жизни Да Мы продолжаем музыкальный салон Игорь Александрович У нас сегодня в гостях Кстати вот прям в проброс Один только привет Из Нью-Джерси От Бориса Любомирского Прилетел вам Тебе Лично Поэтому сначала передаю А смски потом зачитаю Фантастика совершенно В эфире происходит Столько истории Просто вот прям от 80-х Ведь эффект еще усиливается Что из первых уст Усиливается какими-то подробностями невероятными Которые помнишь только ты И вот тем самым звуком и драйвом Который был тогда В 80-х Причем не в конце Это просто удивительно Хорошо Итак Интеграл На самом кончике Мы остановились Интеграла Вот прямо Вот-вот Только индекс Капельку тронули Юль Я пока вот Секунду вставлю Ты все время говоришь Про энергию Про силу А я между прочим А я между прочим После нашего знакомства Интервью Именно на этот аккаунт Подписаны люди Обратная связь Обратная связь Обратная связь К сожалению Я у меня просто физически времени Не хватает всем отвечать Поэтому я выборочный Иногда уже Выходные дни Кому-то кому повезет отвечу Но в основном конечно Я В одни ворота Игра Я выкладываю информацию Долго времени проводить Там просто Не хватает Самый ценный ресурс В этой жизни Это время И чем старше Я становлюсь Тем Больше Мне Я жадный Становлюсь До времени Я не могу Вот растить На что-то угодно Что-то Не настолько Важное для меня Как на проекты Которые Они действительно Для меня Очень принципиально И важны И сейчас Но мы вернемся Опять В индекс После интеграла Да я сделал Группы индекс И Три года У меня Пел с 84 по 87 год Альберт Асадуллин Это Один из лучших Солистов В 80-х годов В СССР Вообще Лауреат Золотой Орфей Уникальнейший Вокалист Он пел 10 лет С понаровской Орфеи Вредика Рок-опера Журмина В Питере И я К нему Приехал В Питер Когда я Искал уже В индекс Себе Вокалиста Я говорю Алик Как-то на Невском Мы с ним В кафе Сели Говорю Алик Ну не хочешь Оставить Орфея 10 лет Поешь Поешь Так До седых Волосы Будешь Это все Орфея Приехал Приехал Мы делали Все Я делал Так же И Получить Познавательную Пищу Это Просветительская Люди На рок Приходили Услышали Симфорок Да еще И поток Информации Классической Музыки Вообще И задача У меня была Хоть как-то Классику Популяризировать Именно В рок Аудитории Потому что Ну рокеры Обычно До классики Как до луны А тут После наших концертов Они уже реально Слушали классику В живом виде Ходили там В концертный зал И Поняли вообще Где Фишечка И где Вот та Магия Та химия Которая Происходит Когда слушаешь Именно Музыку И У нас В Калининграде Помню В Интеграле Мы по 5 концертов Работали И с индексом 5 концертов В день А первые 5 концертов Кстати Очень интересная История была Еще в Интеграле Обычно Мы по 3 концерта В день Неделя В городе То есть Сколько там 7 на 3 умножишь Там 20 концертов Грубо говоря В одном городе И Первый раз Когда мы ехали Во Владивосток Не помню В каком году Билеты проданы И нам оттуда Звонят Ребята А вы не сможете По 4 концерта В день Ну мы Молодые сил Полно А 14 рублей 50 копеек С концерта Получали Денежки хорошие И тогда у меня Папа 120 рублей Месячная зарплата Была как инженер Саратовского Ребята Ребята Извините Извините Все концерты Все продано А можно По 5 Так скромненько Мы сначала Не поняли А как по 5 А когда Подождите С утра Начинать В 7 утра В 9 утра Первый Никто И это Мы Выкладывали Сильно На концерте Подожди Там же Еще Так называемый Джетлаг Присутствует Потому что Это Владивосток Разница С Москвой 7 часов Но мы Молодые Были Нам 20 А что касается Связок Как Вот это Кто Пел И кто 5 концертов В день Выдерживала Вот это Как А Ну это Другая История Это Тоже Это То К чему Сейчас Подойдем Хорошо Тогда Предваряем Следующий Час Игорь Сандлер У нас В гостях Сегодня Оставайтесь С нами Музыкальный Салон Длится 2 часа А в Нью-Йорке Почти Кто это Поет Пишите Нам Узнают Ты думаешь Узнают Давай 347-460-0877 Узнайте Кто поет Пресная Лень Отступила С нами И уныло Влетит Себе В след Личная Встреча Пустой Разговор Сколько Ты Вечер Бессмысленный Стоп Музыкальный Музыкальный Праздничный Праздничный Сон Разбудил Путараж И снова Полез Суету Радостный Гомол Положь Вся Шум Праздничный Возьмите 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 Ягол Ну что, мы продолжаем нашу встречу. Полдень, знаете ли, в Нью-Йорке Игорь Санатлер Сегодня в музыкальном салоне. И в связи с этим хочу передать большой привет Сергею Ловте, так как это авторская программа Сергею Ловте «Музыкальный салон». А также привет Сергею Смолевскому. Также привет Александру Борисову, который там рядом сейчас с вами находится. Большой также привет Катюшу Субутины, которая, как всегда, имеет отношение к подготовке к нашей программе. Большой привет хорошему человеку Сергею Штрифан. Ну и, Макс, ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть и чувствовать всё то, что происходит у нас в программе, когда мы вместе. Спасибо. Юлия Генюш, как всегда, само дружелюбие. Да, спасибо большое. Да, действительно, всем большой привет и благодарность за то, что вы являетесь членами команды, помогаете во всём всегда. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и, самое главное, этой весной сильно не пойте на улицах, под окнами друг друга. А то у меня тут такое началось. О, я думаю, это коты, Макс. Посмотри внимательно. А, так это коты подъезжают на машинах, включают на полную. А, тогда смотри, что включает. Если это симфорок, это наши люди. Да, мы сегодня с Игорем Сандлером, и сегодня у нас не просто встречи, у нас сегодня путешествие во времени. С его энергией мы просто действительно попадаем везде. По ощущениям, это и 80-е, это уже вот теперь уже и 90-е. Это вот сейчас на стыке группы «Интеграл» и группы «Индекс» вот прозвучала как раз перед полуднем вещь, которая группа «Индекс» звучала у нас в эфире. И был задан вопрос, кто же там пел. Прилетели смс-ки. Первая была замечательная девушка по имени Татьяна, которая написала «Это же Лепс». Игорь, надо рассказать, как, что, почему Лепс и откуда? Угадала. В первого раза прямо вообще. Она не угадала, она написала. Спасибо, Татьяна, большое. 347 телефон начинается. Ну, на самом деле, это не трудно угадать, потому что в интернете, забей, информация сейчас вылетает. Ну, и действительно, Лепс и Гриша его по тембру. Там точно не по информации, там по ощущению человек написал. По ощущению, ну, да. У Гриши тембр настолько оригинальный, своеобразный и яркий, что его трудно с кем-то спутать. Действительно, 1987 год, и мы с Аликом Садулиным разошлись по творческим вопросам. Ему больше хотелось эстраду петь. Меня больше тянуло на более тяжелую музыку и прогрессивную. И были в Сочи на гастролях, и работали в фестивальный концертный зал на береговом море. И жили в приморской гостинице. Мне ребята говорят, спустись в ресторан, там мальчик неплохо поет. Ну, я прям в тапочках, в халате уже домой, дома спать почти ложился. Спустился в ресторан, так из двери послушал. Мальчик действительно неплохо пел, такой энергетика мощная, волосы длинные, такой статные. И на следующий день я уже пришел повнимательнее его послушал, и познакомились с ним. И сделал ему предложение, говорю, как звать Гриша Липсвиридзе. Ну, Гриш, поехали на гастроли, беру тебя. Он бросил ресторан и сразу со мной уехал. На полтора-два года где-то он у нас проработал. Ну, у нас в коллективе он уже из Липсвиридзе сократился до Лепса. И пел он вот как раз то, что мы сейчас слушали композицию. Я сам музыку всю писал, аранжировал, бешеный день. Он блок у нас пел. Второе отделение. Первое, как я уже повторяю, мы играли классику, инструментальная музыка. Потом второе отделение у меня была еще инструментальная именно рок-музыка. Я сам писал 20-минутные композиции, такая симфония-то называлась. И потом уже вот 40 минут где-то блок был вокалистов. А в общей сложности сколько? Два часа концов шел, да. И Гриша вот пел блок один, и еще один вокалист у меня пел. Вот. И Гриша достаточно ярко себя показал именно как рок-исполнитель. Я помню группу The Cult, такая очень популярная в Америке. И он... Я ему ее показал, Гриша. Он был просто вдохновлен. И мы ее много видели. Я тогда с собой носил чемодан. Это называлось видеомагнитофон. Тогда же блоки были. Три блока, 20 килограмм весил видеомагнитофон. И такой большой блок, куда ВХС-кассеты вставляешь. И я записывал концерт. У меня есть и видео. Кстати, когда мы эфир смонтируем, уже видео будет. Гриша Лепс, когда первый раз вышел на стадионе работать в Лужниках. Концертный зал в 87-м году. Ну, а в 89-м году... Кстати, вот фотография. Из альбома праздничного. Да, это... Вот Гриша Лепс, молоденький. Ему 22 года. В Новороссийске, на фестивале мы выступали. И вот он там как раз пел песни и один из треков, которые вы сейчас услышали. И в 89-м году у меня произошла такая трагедия. Ко мне приезжал Барри Уайт. Вернее, Барри Уайт-то не певец Барри Уайт, а продюсер есть. Это фамилия из Англии. И он приехал в начале, то ли 88-го, то ли начале 89-го года. У него мечта была, тогда перестройка была. И он хотел какую-то отечественную нашу российскую группу на гастроли в Англию забрать. Ну, своего рода разрушить железный занавес. Именно так, именно так. И он прослушал 30 наших групп, включая Ария, там много других. В Космос, гостиница Космос. Это было прослушано. И Индекс. И он из 30 групп выбрал нашу. И мы подписали бумаги. И уже были готовы. Я афиши туда отправил. Уже Ливерпуль, Норфолк, Манчестер, Лондон. Висели наши афиши. Но он попросил, у него было шоу «Форево Элвис». Поведь Элвис Пресса. Он фанат был Элвиса. И попросил сделать шоу его здесь, в России. И я пошел. Тогда был генеральный директор ВТО, Всесоюзное театральное общество, Михаил Ульянов, Царство Небесное. И его зам был Смольный Эдуард Михайлович. Легендарнейший продюсер, который Пугачеву поднял. Который уникальный был человек. Мы с ним очень дружили. И я говорю, Эдуард Михайлович, давайте вот шоу Барри Уайта привезем Элвис Прессли. И мы договорились и сделали неделю в Москве, неделю в Питере концерты. Прямо на одной площадке в Москве. Это был спортивный комплекс «Дружба» в Лужниках. И 5 декабря 1989 года должна была быть премьера. И 3 декабря у меня база была на Дербеневской улице. Там ДК «Химик» такой известный. И у меня большая база была. Там аппаратура хранилась. И ребята у меня готовились к приезду Барива. Это микрофоны какие-то готовили. Кстати, до этого мы с художественной гимнастикой сборной СССР готовили большой проект для гастролей в Америку. То есть мы играли классику, Равеля, Болеро, Моцарта. А художественные гимнасты танцевали. Это было уникально. Такой синтез, такой симбиоз. Наши лучшие гимнасты мира и были есть. И мы готовили... Предтечья цирка Дюссали. Примерно. Да, да, да. Это 88-й год был, 89-й. И они как раз у меня на базе маты свои хранили. Я взял паузу две недели, пока Баривайт приехал. И 3 декабря я приехал на базу. У них там... Они паяли микрофоны. И я уехал домой. Вдруг в 6 утра мне звонок. Говорят, срочно приезжай на базу. Я что такое? Ну, говорят, срочно приезжай. Я приехал туда. И там была трагедия большая. Там дымы валили с этого дома. Пожарные, скорые, там милиция. Короче, оказывается, они ночью легли спать на маты. И раньше это мороз был, декабрь. И они рефлекторы, такие отражатели со спиралью были. Они поставили рефлектор. И он упал спиралькой. И маты начали тлеть. И они задохнулись во сне. И потом воспламенилось и сгорело дотла все. И когда я зашел туда внутрь, мне пожарники одели маску, провели. И там просто кости уже лежали обуглившиеся. И на меня завели там уголовное дело. Вся аппаратура сгорела. Барри Вайт приезжал. И двое похорон. Ребята, один сирота был. Игорь Бондарев и Миша Шбаркунов. У него жена с ребенком остались. В общем, такой период сложный был. Но все прошло. Ребята аппаратуру мне дали. Другие концерты провели Барри Вайта. И в январе, в феврале у нас гастроли. А в январе другая трагедия происходит. Барри Вайт погибает. В автомобильной катастрофе. И у меня срываются гастроли в Англии. И потом уже я понял, что это знак сверху. И я отдал группу Александру Серову. У него не было группы. Гриша Лепс уехал в Сочи. А я уехал в Англию. И на базе группы Барри Вайта создал группу Ред Рок. Вот как раз я покажу. Вот это Барри Вайт. Это много очень прессы писало обо мне. И вот это как раз Ред Рок группа. Об этом очень много писали. Мы несколько лет там работали уже в Англии с этой группой. Но! Когда Барри Вайт погиб, его жена Пэм Вайт в память о Барри Вайте подарила мне уникальные фотографии. И свитер Барри Вайт. Он был фанат Эл Эспрессо. И она мне подарила 12 фотографий таких. Но это не фотографии. А это негативы оригинальные Элвиса Пресли. То есть вы понимаете именно те отпечатки, с которых делают фотографии. И вот сейчас в студии Игорь достал пример. Вот это один. Второй еще достану. Это речайшие фотографии Элвиса Пресли, которых нигде, ни у кого в мире нет. И вот, пожалуйста, у Игоря такая коллекция. Уникальные, единственные вот эти негативы, они находятся сейчас в России. Их 12 негативов Элвис Пресли. Это уникальная, конечно, история. Я даже не знаю, сколько это стоит. Но очень серьезно. Я думаю, что это культурное наследие. Это культурное наследие, это точно. Причем с Баяна, с Элвис, да? Да, это фотография. С аккордеоном, наверное, правильно. С аккордеоном Элвис Пресли, да. Вот. Ну, в общем, короче говоря, от Барри Уайта это у меня осталась память. Ну и так, мы на чем идем дальше? Ну вот о группе Red Rock. Мы сейчас очень быстро должны прорываться на рекламу. Давайте прорывемся, да. Да, на Red Rock и обо всем, обо всем. Но то, что сейчас происходит, то, что вы говорите, то, что творится в эфире, это фантастика. Ну что, мы продолжим разговор. Игорь Сандлер у нас сегодня в студии. И, честно говоря, я прям, так как крючочек уже был повешен, что же мы сейчас услышим, вот, наверное, сразу, пускай этот трек и позвучит, прям буквально пару слов, Игорь, предвари, пожалуйста, то, что мы сейчас будем слушать. Смог он-то вот. Ну да, я фанат Дипепл, конечно, как и большинство. Тогда можно я вопрос сформулирую? Я понимаю, что это был совершенно нереальный путь от интеграла и через все то, что было, и индекс, и сотворчество, и содружество, и истории музыкальные, и этот симфорок. Но, когда ты попадаешь в Англию, и этот Red Rock, ты делаешь эту группу, понятно, что ты знакомишься там, помимо того, что с таким именитыми продюсерами, с невероятным количеством музыкантов, на которых ты рос. И они стали твоими друзьями, потому что я знаю, что люди из, ну, я не знаю, что Rolling Stones, да, и, ну, наверное, из Дипепл тоже, да, и вот они стали твоими друзьями, они приезжают к тебе в Москву домой. Можно ли это было себе представить? Вот самое такое удивление у тебя первое, когда ты приехал туда, приехал к продюсеру, создал группу, начал играть, и вдруг понял, что ты друг. Это английский язык, суперанглийский, на котором плюс твоей харизмы, общественностью, ты просто легко строил эти связи, или это музыканский такой вот момент? В чем секрет тогда добавил? Можно было себе представить? Нет, конечно, если бы мне это сказали в 70-е, я бы очень долго смеялся, и это нереально было, невозможно, я был максималист. Я помню, когда мне было лет 12, наверное, когда я, Битлз, это для меня боги были, я тогда говорил, ну, в 12 лет это реально было невозможно, я говорил, если бы вот мне сказали, отдай руку, отруби, чтобы на концерт Битлз попасть, я бы отрубил. Ну, я максималист был, для меня это было все. Сейчас-то я понимаю все другие ценности, но на самом деле я был просто безбашенный абсолютно фанат рок-культуры. А с Дипеппо, конечно, я встречался и с Гиллоном, и Джон Лорд, их клавишники, один из основателей был у нас в центре, играл на Хаммонде, Б-3, который и у него 65-го года, и у меня в моем музее клавиш стоит Хаммон, на нем мастер-класс давал в студии, в новой. И, насколько мне известно, еще и интервью, вы как радиоведущий, по-моему, брали. Да, так вот как раз радиоинтервью, ну, я 7 лет работал на русской службе новостей, беседа о роке-джазе. Авторская программа. Да, авторская программа была. И вот я просто как раз то, что Юля сказала, я как раз прокручу у кого, с кем я встречался, интервью брал. Здесь просто множество. Убин Брай Мэй, Мэрлин Мэнсон, Мотор Хэт, Хью Лори, Ганс Н' Роузес, Джефф Бэк, Дженесис, AC DC, Тони Йоми, Блэк Сэббот, Джонни Тернер, Скорпионс, Тони Левен, Кинг Римсон, Роллинг Стоун, Дэрил Джонс, Айрон Мэйден, Кис, Кидрок, Билли Айдол, Назарет, Оззи Осборн, Чак Берри, Зизи Топ, Ринго Стар, Битлз, Джон Лорд, Грэнд Фанк, Мой кумир, Который на открытии моего центра приезжал. Кстати, Сюткина Валеру в детстве звали Фарнер, Именно как Марк Фарнер. Но это мой первый виниловый диск, Я купил Грэнд Фанк. Ну и все, Даже не умещаются все. Вы понимаете масштаб. Дальше еще несколько. Джонни Роттен, Sex Pistols. Ну тут несколько страниц, Листать долго. Я просто удивлен. Дело в том, Что, ладно, Российские журналисты, Ведущие, Честно говоря, Мне кажется, Такому послужному списку Позавидуют и американские Телерадиоведущие. Действительно, Выдающиеся достижения, Которые никому уже не переплюнуть, Я думаю. Ну это часть моей биографии жизни. Но сейчас мы вернемся К группе Дипепл, И я записал Официальный трибют Дипепл. И я поставил задачу, Давайте послушаем, Потом я расскажу. Прямо жалко Уходить из этого разговора. Ну давайте послушаем, Потому что музыка Это главная. Мы все пришли По мантру На лейке Женеево Шоу-лайн Для создать Реклеты С мальчиком Мы не имели Время Спасибо за просмотр! Смаг 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь, надо вернуться в студию, и мы просто на этом прямо вот пока звучит, поговорим. Кто звучит, чьи голоса звучат, я прямо могу поугадывать, но лучше прямо с первых уст. Это что за трибют был, к какому, по какому поводу? Вот как раз у нас угадайка была на русской службе новостей, которую мы больше года людям не могли угадать, но угадывали почти. Сейчас я вам покажу как раз люди, которые пели в этом трибюте. Задачу, во-первых, я поставил сделать аранжировку совершенно другую, не надо как у Deep Purple. Кавер-версии в любом ресторане люди играют и в нолик. Нам не надо в нолик. Нам надо сделать или симфо-рок, или панк-рок, или альтернативный рок, или прогрессив-рок. Но музыка должна отличаться по аранжировке. И у меня в этом диске по треку спели там очень многие музыканты. И Маргули с Женей участвовали, Михаил Мене, Мазаев Сергей Алешин, Лепс Гриша, Расторгуев, Коля Арутюнов, Бутман Игорь Маршал, Саша, Николай Фоменко, Носков Коля. Наши дорогие гости музыкального салона, да? Да, это Леша Белов Паргорькова, ну и Кросс Роуз Воронов, Круиз группа, Чернобелис, Пушкин группа, Александр Файфман оркестровку сделал, оркестровую аранжировку. В общем, потрясающий такой диск получился. А с Могон-де-вода, который мы слушали, каждый по фразе спел. Там и ваш голос также получил. Да, и мой голос там тоже есть неоднократно. Вот это уникальный диск, действительно, назвали мы его People to People. И этот диск реально официальный трибют, его реально прослушали сама группа Deep People. Более того, они пару треков им не понравилось, они забарковали. Но диск вышел, и это, как говорится, моя гордость как продюсера, потому что это серьезная работа с очень известными музыкантами, которой сопряжена. Там не все, кстати, музыканты выдержали этот проект, я не буду называть, но кто-то вообще соскочил. Так что это такая серьезная работа и очень интересная музыкальная история. Вот, ну, а сейчас мы немножко будем возвращаться в... Я хочу сделать прыжок такой, мы пропустили очень интересный фестиваль в BBC 80. Это первый рок-фестиваль в СССР, где впервые встретились машины времени, гребещиков, диалог, автограф, гуннерграбс, гуннэш-группа. Это нас, как апостолов, нарисовали в журнале Rolling Stones, кстати, это оттуда вырезка, фотография. И это уникальный фестиваль, где впервые, кстати, после этого фестиваля гребенщиковы хотели выгнать из комсомола, но узнали, он не комсомолец, хотели выгнать с работы, но узнали, что он не работает. Не знали уже, как можно выгнать. Не знали, откуда его выгнать, да. Ну, в общем, прикольно было. Чем же его наказать? А, ладно, пусть играют. Да, чем его наказать. А мы, кстати, это вот Миньон, интеграл, единственный вышел как раз в Тбилиси, мы в мелодии студии звукозаписи там писались. И вечером, конечно, квасили по полной программе, там ни один ящик вино коня, грузины очень гостеприимные нации. И мы прямо гуляли по полной, ночью играли, там я на гармошке, гребенщиков на гитаре, Макаревич, все тусовки были. И мы гуляли до утра, и в 9 утра у интеграла запись на студии «Мелодия». А машина времени в 12 часов дня после нас. Так потом Саша Кутиков вспоминал, что в 12 они приехали. Мы никакие были, конечно, в студии, но собрались в кулак и записали несколько треков. А Кутиков потом вспоминал, как они ящик вина нам в студию привезли, хоть похмелить нас немножко. И они хоть поспали пару часов, а мы вообще не спали. И мы вина этого выпили и вырубились просто, ну, молодые были, опять же, энергии много. Но это был такой очень интересный проект. А потом еще я снимался в 82-м году с Абдуловым, с Гурченко, с Жигарханьяном в фильме «Рецепты ее молодости». Да, «Рецепты ее молодости». Я там играл «Смерть». А до этого за год я снимался в фильме «Звезда и смерть» Хакина Мурьетта. Там я играл «Рейнджера», а «Смерть» играл Александр Филипенко. И уже в 2008 году я пошел на повышение, и меня Алексей Рыбников пригласил в спектакль играть роль смерти. И туда, кстати, прилетел Пьер Карден, и пять минут руку мне тряс, говорит, такого ужаса я никогда не видел. Но от Пьера Кардена, вот он, Пьер Карден, мы с ним на фотографии. И от Пьера Кардена это было, конечно, приятно слышать. Вот, ну, такие... Игорь, а вот электронные архивы. Вот понятно, что вот мы сейчас в радиопрограмме это проговариваем, да? То есть это можно услышать, увидеть, можно, что из первых уст от тебя все это происходит. А вот где-то есть это вот написано, чтобы можно было прям посмотреть историю становления всего того, что ты сейчас говоришь? Вот тот альбом, который мы сейчас смотрим, это ведь подарочный альбом, и я так понимаю, в широкой печати его не было. Вот, и он в электронном версии есть, куда можно туда заглянуть и найти... Вообще, честно скажу, я, наверное, сапожник без сапог, и у меня предлагали люди несколько раз написать книгу биографическую или фильм снять. Но надо как-то запариться и сделать это. Надо сделать это и другое. И вот эти все фотографии... И то и другое. Да, надо сделать это. Согласен. Согласен. Ну, если он сказал, он точно сделает. Это Игорь Санпер. Сделаю, сделаю. У меня это в планах стоит. Надо только вот опять же время. Вот время это самое страшное. То, чего не хватает. Вот. Ну, потом проработали в Англии несколько лет, и я вернулся в Россию. Но я понял, что я приехал совершенно в другую страну. Что здесь уже господство Ласкового Мая, господство нашего русский рок, как его все называют. Вот мне не совсем понятно это. Это не популярное мнение, которое я сейчас говорю. Многие его не разделяют. Но это мое субъективное мнение, что русский рок, к сожалению, громадному делает акцент на поэзию. Это, я считаю, рок-поэзия. Но к музыке это имеет небольшое отношение, потому что музыка для меня – это химия, та магия, которая меня накрыла в 60-е и 70-е годы. Когда я ничего же не знал, я по-английски не говорил, но когда я услышал Beatles, те же Deep Purple, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса, Creedence, Slate, Street Reds и так далее, Mori Group, я ничего не понимал. Но меня музыка эта просто накрыла и вовлекла в себя, и я в ней растворился. Потом уже я, когда переводил тексты, они мне нравились, конечно, но для меня, прежде всего, музыкальный материал важен. К сожалению, русский рок, вьетнамский рок, монгольский рок меня не сильно интересует в силу того, что музыкальный материал слабый. Также мое мнение разделяет и Алексей Белов, группа Парк Горького, который единственный коллектив, который в Америке стал очень популярен. Они в 30-ке MTV, у них фан-клуб большой в Америке. Это и Оля Кормухина, и многие другие серьезные музыканты, все очень снисходительно и скептически относятся к понятию русский рок. Поэтому я стараюсь играть серьезную, хорошую музыку, которая именно музыкой первоначально цепляет, а потом уже текстом. Россия великая страна, она подарила миру и Пастернака, и Мандельштама, и Блока, и Есенина, и Пушкина. И поэзия у нас действительно сильная. Но с музыкой мы можем похвастаться, к сожалению, только классикой. Конечно, это и Чайковский, Глинка, Мусоргский, Доргомышский, Шнитке, Прокофьев, Шостакович, Сверидов, Старовинский. Я сейчас перечислять буду полчаса. Но это великие музыканты. Рубинштейны, конечно, которые открыли Московскую и Питерскую консерватории, которые были проповедниками. И Чайковский у них учился. И так далее. И вот для меня музыка это очень важно. И в 90-е, когда я вернулся в Россию, я понял, что я приехал немножко в другую страну. И так волею судьбы я попал в бизнес молочный. Долго рассказывать, но в итоге я запатентовал. Не-не-не, надо все-таки. Это действительно была ниша. Это действительно было что-то уникальное. Надо обязательно вот прям буквально хотя бы минутку, да, пожалуйста, это правильно прозвучит. Да, минутку я расскажу. Я вообще сладкоежка, как я уже и говорил, то, что я конфеты блески нарезал на голову, прилепил. А второе мое открытие, благодаря моей слабости, любителю сладкого, я запатентовал глазированные сырки с начинкой. И первые 4 года, потом они переросли в Тывье молочник, бренд такой. Причем я сделал лакшери. Вообще все директора молочных заводов крутили у виска, говорят, Сандлер с ума сошел. Молочка, какая она лакшери, молоко и в Африке, молоко, корова и корова. Я говорю, это у вас корова и корова, а у меня это лакшери продукт, потому что я убрал все с дизайна коровы, там домик в деревне. Я нарисовал силуэт скрипки, потому что молоко для меня это философия. Скрипка это первый инструмент в оркестре, когда дирижер выходит, он жмет руку первой скрипки. А молоко это первый продукт, когда человек рождается, он сиську мамки берет. И молоко это высокий продукт, так же как и скрипка в симфоническом оркестре, тем более мне близка музыка. И я сделал революцию, я сделал лакшери продукт, когда сырки я стал производить. 4 года я был монополист на рынке, а потом Вимбельдан, Данон, Ростагроэкспорт. Запустили свои продукты, да. Просто украли у меня эту идею, украли. Рынок заполонили с сырками своего производства. И они заполонили низкопробные продукты, они там... Более дешевые, низкопробные. Более дешевые. И я думаю, я не мог делать... Там они сырки выпускали часто, которые корова рядом не пробегала. Там манка растительная, жиры, порошки, добавки, ароматизаторы, красители. Чувствуете, да, человек, который горит своим делом, который отвечает за свои слова и за качество. И сразу... Так его бы не взял, да. Боль, боль звучит в голове. В голосе, да. Это, конечно. А сейчас уже нет этого, да, уже можно не искать? Да, я... Не-не-не, уже, к сожалению, нет. И я сделал цену в 3-5 раз дороже. Сделал лакшери. И я работал не на толпу, не на массу, а на 2-3% населения, которые понимают, что лучше сейчас дороже отдать и купить натуральный продукт, чем потом те же деньги ты потратишь на лекарства. И еще большой плюс, я сделал кошерную молочную продукцию. Да, так вот. Моральные и их нравственные устои не дадут им сделать некачественный продукт. И поэтому это востребовано. И я первый стал в России делать молочную, кошерную продукцию. Я представляю, если сейчас кто-то зайдет на нашу видеотрансляцию, то подумаю, что телемагазин включили. Но это не реклама, продукция уже не выпускается. Убирай, убирай. А я вот представляю другое. То есть это история. Вот смотри, музыка. Он ушел из музыки в какой-то момент, на какое-то время, потому что пришел Лосковый май, все эти сэмплерные штуки. Он ушел из бизнеса своего с молочкой. Потому что, опять же, пришли те, кто другого качества продукцию давал и также какие-то такие сэмплерные дела выпускал. И настало время и эпоха продюсерского центра Игоря Сандлера, да? То есть музыка вернулась. Ну да, победила музыка, да. 98-й год, 8-й год были большие кризисы, я их пережил. Но 14-й год, когда наступил кризис, и я понял, что надо выбирать. Я уже параллельно, я с начала нулевых построил студию звукозаписи, сделал свое грандиознейшее шоу. Сейчас мы послушаем трек какой-то оттуда. И я понял, что надо выбирать. И вот в 14-м году я уже осознанно понял, что я не хочу больше заниматься бизнесом. И за деньгами, и за нуликами можно гнаться до конца жизни. А для меня важно успеть в этой жизни сделать что-то более глобальное. И я посвятил остаток своей жизни. Надеюсь, Бог мне еще даст много моих проектов реализовать именно музыки. Ну и моему второму началу интересу это религия, иудаизм, каббала. Я очень увлекаюсь этим и пишу на эту тему о музыкантах. И об этом много книг, но об этом мы поговорим попозже. Вот это да. Слушаем. Игорь Сандрович. 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 Адди Кварк это медиамагнат, один из ведущих медиамагнатов Америки, это Гребенщиков, это масса групп, которые побывали в Америке, но на их рынке, не на нашем среде иммигрантов, а именно на американском рынке не смогли удержаться. И я подумал, что да, я уеду в Лас-Вегас на три года контракт, по Америке тур сделаю, а что дальше? Мне уже 50 лет стукнуло, и будет мне 53-55, и если там я не смогу встать на ноги, а молодежь все-таки толкает сильно старичков в спину, то я уже и здесь потеряю много, а здесь в России у меня все-таки большие очень свои наработки, авторитет. И связи, а там я не смогу встать. И вот опыт моих коллег подсказал мне, что все-таки я рискну и на соблазн на этот не пойду, не уеду в Америку, а останусь в России. Это тяжелый выбор был? Это был тяжелый выбор, потому что действительно, ну, любой артист мечтает о Лас-Вегас и об Америке. Но на три года я понял, что Барри Алибасов, кстати, когда он уехал с Наной, и с ним работал Ди Кларк, команда Майкл Джексона работали с Наной, и Ди Кларк хотел из них сделать бойс-бенд в Америке. Ну, они четыре мальчики, они симпатичные, они музыкальные, и они из России бойс-бенд. И три года там Барри просидел до 2001 года, и ничего не получилось, потому что, ну, потом взрывы были, эти близнецы башни рухнули, и вся индустрия стала ломаться. Переход в интернет, и Ди Кларк не продлил с Барри контракт. И вот он вернулся в Россию, Барри Алибасов. За три года его здесь подзабыли уже. И он приехал, он вообще не понимал, как дальше жить. Эти гастроли нет, но она уже немножко провалились, не немножко, а сильно. И он ко мне приходил и говорил, Игорь, ты мне скажи, как мне покончить жизнь? Или вены вскрыть, или выпрыгнуть из окна, или повеситься? Я говорю, Барри, прекращай, в отчаянии сто процентов. Он провалился, почва ушла из-под ног у него. И он не понимал, он, во-первых, был очень раздосадован, у него большая ставка была на Америку, все рухнуло, деньги ноль, он все там спустил. А вы ведь это прошли, когда вернулись из Англии в Россию, и тоже не понимали, что произошло. Абсолютно верно. Вы-то это прошли. И вот правильно, абсолютно, Максим сказал, что я тоже соизмерил. Я когда из Англии вернулся, тоже у меня тут непонятка была, у меня тут чем я только не занимался, пока я нащупал молочку и так далее. И для Барри это была катастрофа. Я его, конечно, успокоил. Я говорю, но он знает, что я рок, люблю музыку. Я говорю, Барри, я бы что-то сделал с тобой, но с роком связанно. И мы с ним сделали такой проект Big Bang. Я сегодня не взял материал об этом. Big Bang, это, знаете, что такое, это взрыв, вот с черной дыры Вселенной произошла. И другие сленговые слова. Такое не буду в эфире говорить. И, ну, я сказал, на ну все-таки знают в лицо. И мы их зашрамировали, загримировали так, что их было невозможно узнать. И мы сделали такой психоделик, рок-клипы несколько сняли. Очень крутой проект появился. Но потом потихонечку я все-таки перешел на свое шоу уже стал делать. И им как-то так получилось, что мы весь продакшн перевели на мое шоу, оно еще круче. Я говорю, Санна, для музыкального салуни невозможно поверить. Но, да, это так. К сожалению, осталось буквально несколько минут. Обо всем проговорили, буквально чуть-чуть коснувшись. Прям вот, наверное, даже 10% еще от того, что хотелось бы услышать, не прозвучало. Но так или иначе, вскользь упомянули Алексея Рыбникова и звезда «Смерть Хакина» Мурьетты. И можно вот на видео, которое мы подготовили, спасибо Александру Борисову, мы все-таки поговорим дальше. Хорошо? То есть мы завершаем эфир, но вас в этом образе, тебя в этом образе не увидеть во время нашего эфира просто нельзя. Правда? Да? Давайте посмотрим, конечно. Да, прям вот чуть-чуть, но можно просто на этом фоне разговаривать. А, параллельно на фоне. Что это для тебя было? Ну, Хакина Мурьетты, вообще Алексей Рыбников, ну, это гениальный композитор, мы с ним очень близко дружим. И, безусловно, через всю мою жизнь прошло как раз его произведение «Звезда и смерть Хакина» Мурьетты, которое, я повторяю, снимался в фильме. Первая экранизация была в 1982 году. Владимира Граматикова и Александра Антипенко, это оператор был. И в 2008 году я уже на повышение пошел. Повторяю, я уже «Смерть» играл с Пьер Карденом в гостях. Вот. И это, конечно, для меня им большое значение, именно эта рукопера, которая стала такой переломной во многих путях моей жизни. Если позволите, я сразу перескочу. Не менее важным является и вот эта коллекция книг, которую вы привезли, и мы с вами сейчас, что называется, за кадром поговорили. Пять томов. Но это не все. Да, не все. У меня 13 вообще книг уже написано, но серия «Люди, изменившие музыку» — это 12 томник будет. Вот пять написано. И это тоже уникальные вообще биографии, которые мы по крупицам собираем и в Америке, и в журналах берем, и в книгах биографических, и в интернете. И делаем такую энциклопедию музыкальную. Кладезь информации. Это удивительно. Вот чтобы не исчезла эта информация, история, чтобы они остались навсегда. И эти книги, я так полагаю, уже можно заказать. Да, это можно. Они и в Библиоглобусе продаются, и в нашем центре. Ну, постойте. Ну, конечно. Хорошо, здесь тоже есть русские магазины, но как это можно скачать? Есть в электронном виде они. Это важно. Ух ты, к сожалению, в электронном виде пока нет, к сожалению. Это важно. Задайтесь целью, да. Знаю, но невозможно объять необъятное, поэтому просто нереально. Игорь, как идея, в качестве идеи сейчас небольшая, своим голосом озвучить, как аудиокниги. Многие очень любят в этом формате. И я думаю, лучше вас все равно этого никто не сделает с переживаниями, с оттенками методов. Макс, а ты тоже там, пожалуйста, участвуй. Ну, если меня прекратят, так я скажу. Максим, я с удовольствием приглашу, но, повторяю, тут только время. Потому что, чтобы озвучить этот томик один, это прилично нужно. У меня сейчас генеральный продюсер «Угадай мелодию», Петр, он делает, озвучивает вот эту книгу «Жизнь страны глазами еврея». Ну, там 20-30% о нашей семье, а 70% где-то про страну. Именно сталинские репрессии, проблемы об ученых, об открытиях. Там очень много информации, уникально причем. Потому что папа у меня очень эрудированный и начитанный человек. И издаватель Кобзон прочитал эту книгу и написал к ней вступление. Это было 18 апреля 2018 года. И дал фотограф, и через два месяца он попал в больницу. Больше я его уже не видел. И второй том мы ему посвятили. И вступление написал Эдуард Артемьев, легендарный директор наш, который, кстати, в Голливуде 10 лет проработал. Ну, пришло время прощаться. Но все же один анонс, где, если вдруг граница откроется, сможем в августе оказаться в России, кто-то прилетит в Москву. И когда в Нью-Йорк, когда в Нью-Йорк, Филадельфия, Майами, Лозанжи. И придет грандиозное музыкальное событие. Вот два слова об этом. Ну, мы проводим фестиваль Вудстук. Это уникальный фестиваль. Америка вся его знает. И 50-летие, кстати, мы официально его отметили в России. Да, у вас это получилось. Уникально. Это чудо вообще. Потом я встречался, я даже принес диско, который в 1972 году я купил. Я его запилил до дыр. Тройной альбом, там три альбома. Ой, подождите, оригинал? Оригинал, конечно. Дайте пощупать. Какие раритеты в студии, фантастика. Случайно я встретился в Майами с Арти Кортфельдом, основателем Вудстока, которому попасть нереально. Когда я попал к нему, я был 16-й человек за 20 лет, который пересек порог его дома. И он мне в итоге написал моему брату по рок-н-роллу. И это уникальная книга, и он мне дал добро на видео, что мы можем Вудсток в России проводить. Но это долго рассказывать, это отдельная программа, причем часовая минимума. Попариваемся в преддверии этого фестиваля в августе, приглашаем еще раз прийти к нам в гости и обсудить эту тему. Много всего мы еще не успели. А вообще, мне кажется, в музыкальном салоне нужно сделать 15-минутку Игры Сандлера. И прямо вот раз в месяц 15 минут новостей от Игры Сандлера с зачитыванием каких-то глав книги. Да, никто есть кто в советском роке, а вот люди, которые изменили мир музыки. Проговорим коллаборацию. Я не против, но единственное, правильно вы сказали, можно ссылку сделать sandlerstudio.ru. Это наш сайт. Подписывайтесь ко мне на Инстаграм. Как он у меня там, Игорь Сандлер, офишил. Офишил, офишил. Да, и я сам не помню свои эти соцресурсы. А книги приобрести можно наложенным платежом. Потом у нас отправляют, девочки, надо к нам на сайт зайти и оставить заявку. В любую точку мира. Да, в любую точку мира, но это через посылочку тогда, да. Спасибо. Спасибо громадное, что пригласили, очень было приятно. Я много раз был в Америке. Америка это кладезь музыки и очень люблю эту страну. Но политики разъединяют, а музыка объединяет. Давайте мосты строить через музыку. Все люди одинаковые, и мы хотим дружбы, любви и мира. Спасибо. Вы прям нашим девизом проговорили. Жизнь как слоеный пирог, но вот ваша прослойка, она вот не тонкая. Она вот такая необъятная. И мне кажется, что там никаких границ нет. Это только музыка, это только творчество. Это ваша энергия, это ваша сила, это ваш эпатаж. Но в самых ярких и позитивных красках, в самых светлых. Спасибо большое, Игорь. Всегда ждем в гости Игорь Сандлер, легенда музыки, да и вообще человек легенда. Счастливо и до встречи через неделю, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. Пока. Я дам тебе дыхание, но в груди останется печать. Не тебе мои сомнения, рассуждать и мне другим не стать. Я дам тебе дыхание, но в груди останется печать. Не тебе мои сомнения, рассуждать и мне другим не стать. Я дам тебе дыхание, но в груди останется печать. Не тебе мои сомнения.